друзья сегодня поговорим о том как построить пруд без отсыпок без камней как сделать его и можно ли вообще сделать прозрачным чистым глины пруд за это просто артур ходы и сделайте пожалуйста ролик о том как сделать тут с высокими грутовыми водами но без полотен откачек отсыпок просто раскрыть просто как он будет выглядеть какие минимальные размеры при какой глубине и как все же можно его благодарить чтобы это не выглядел как грязная яма с водой у меня на участке несколько колодцев и книзу по участку они стоят практически по горлышко полные хотелось бы выкопать в этом месте пруд потому что все равно земля до пол лета там стоит мокрое даже по весне из этого места течет течет на дорогу по сути эти участки находят там где небольшая речушка берет свой исток то есть там такое давление воды то есть вода все видимо напорная что она поднимается и вытекает даже на дорогу то есть там для многих это прямо мечта можно выкопать пруд и он будет наполняться и при хотя кстати видел такой пруд московской области у меня у друзей у знакомых у соседа рядом был выкопан прудка попалась жила на склоне то есть вот такое вот скажем кстати уклон участка небольшой в целом скажем вот уклончик по садоводству и где то есть участок вот предположим вот участок у соседа он выкопал пруд и вот здесь где-то жила давила с верхней точки выходила у него и он просто круглый год перетекал вот он берег чуть выше чуть ниже и у него всегда вода стоят под самое западлицо даже летом и перетекала холодная вода его был достаточно чистый просто глина плотная но можно ли в таком виде чтобы он был не грязный но и так чистый но но если вы запустите карпа он будет такой коричневый карп будет постоянно мутить воду и тут будет коричневый можно запустить как я говорил окуня и он найдет себе там еду жучков паучков может быть его подкормить чуть-чуть может на зиму иногда корм насыпать ему раз там две недельки форелевый корм чтобы он не не умер у вас иногда может летом раз в две недельки чуть-чуть жменью ему кинуть чтобы было что покушать чтобы путь был окуневый тогда он будет чисто он не будет у вас мутить воду но предположим вот у вас пруд вот у вас участок вас давит вода сильно даже где-то на перетекает ну или просто все время сырой участок как вам сделать его чистым конечно мы проходили мы как-то говорили о том что мы полностью можем песком отсыпать но камнем уложить или георешетку с давайте напомню друзья традиционно приглашаю кто хочет строить пруды зарабатывать деньги на этом просто построить для себя просто радовал или ландшафтный архитектор дизайнер и ландшафт строитель строитель кто хотят строить пруды оказывать услуги людям продавать свои услуги welcome к нам в онлайн школу мы показываем все хитрости лайфхаки технологии показываем проект как проектируется показываем оформление проекта так что кто планирует welcome в сайт водоемов . онлайн оставляйте заявку мы вам перезвоним ну что ж здесь коротко значит артур конечно просил без отсыпок он уже смотрел видео где мы отсыпаем песочком предположим да далее мы кладем георешетку или камень у здесь этот отсыпаем и мы закрыли и все это по дарни то например мы закрыли вода поступает минералами и тогда вода очищается если рыбы немного или пленку мы кладем да но он этого ничего не хочет делать хочет как сделать просто в глине к сожалению если будут карпом поднимет муть нужно без карпа запустить окуня запустить может быть какую-то рыбу еще кто не будет мутить воду так сильно но чтобы размножалась и была еда для того же окуня до предположим ну какая-нибудь верховка например вот почему нет и окунь будет ее регулировать численность окунь должен быть очень много далее мы не делаем фильтрацию что у нас глина ничем не закрыта фильтровать бесполезно чтобы я сделал чтобы он был по почище папа интереснее берега я все-таки воду приспустил бы и вот в этой части делал бы он смотрелся естественнее может быть сделал бы знаете вертикальные берега или положил бы рулонный газон укоренился и потом его воде дал приподняться чтобы трава непосредственно в воду зашла лишняя от гниет а вся остальная трава будет четко до воды где-то первое что он был красивенький и здесь вы все-таки если совсем чисто на хотя бы все-таки песком дно отсыпать но понимаете в чем дело тогда глина будет постоянно подмываться все-таки я бы вот в этой части сделал бы хотя бы вот так дарнит если чтоб недорого было закопал бы его в землю потом по нему сделал бы плодородный слой рулонный газон довел до этой части то о чем я говорил и засыпал все песком по дарниту при этой минимальной части можно было бы сделать его чистым чтобы не размывалась глина дарнит плотностью 500 грамм на метр квадратный или два слоя 300 грамм на метр квадратный противном случае вообще ничего не нужно делать кроме дарнита кроме рулонного газона и главное не запускаем карпа можно карась плюс окунь лучше только окунь в хорошей плотности чтобы он подъедал все живое что туда не попадала он не будет мутить воду и будет достаточно чисто при этом конечно нужно аэрировать воду для окуня вот и в этой связи все оставляем сажаем где-то растения без проблем добавляем биопрепараты регулярно ну я бы добавил если будет рыба добавил бы хлорелла друзья вот все других вариантов я не вижу нам нужно обязательно глину отсекать просто вот так выкопать и опять же ни в коем случае карповых ну может быть карася но я бы и карася не запускал так что друзья резюмируем окуневый пруд берега в рулон приспустить воду запустить перегар лон рулонным газоном дать воде подняться были четкие красивые берега и аэрации окунь все и потихоньку пруд станет чистеньким если появится карп тут станет коричневым вот и вся история или же мы опять возвращаемся к тому что мы песок плюс камень а это уже затраты можно здесь можно было конечно не крупный камень очень красиво положить и так далее когда вы это был такой монументальный пруд лиственниче до друзья вариант опять же лиственничных карандашей это напрашивается само да но она не очень эффективно мы может быть об этом запишем отдельное видео если мы вот здесь выполним установку лиственничных свай сюда выпустим берег мы бы что смогли конечно сделать в данном случае но это дорого это еще дороже чем отсыпка камня но если вы не хотите отсыпки вот вы лиственницу сделали личница здесь анкерица кстати начало заваливается при сжимается между собой связывается металлом далее металл анкерица вот в якоре здесь и корица точнее это отдельная технология но имейте виду вот эту часть конечно если у вас вдруг все таки выполнено все из лиственницы то вот эта часть обязательно отсыпьте песком потому что тогда вы отсекли все вас будут гораздо чище все у вас песок лежит не пускает здесь тоже вот отсекли все здесь у вас геополотно глину и вас просто но это чистого даже можно фильтровать строить биофильтры но имейте ввиду здесь на границе вода воздух лиственницы гниет 15 лет там 12-15 лет она будет уже здесь такая в общем трухлявая но 25 лет она простоит что насчет 10 лет в трухлявом виде тоже просто это здесь можно будет ее отпилить там где вода она задубела и что-то здесь опять нарастить либо дерево либо как-то обшить все но вот эта часть будет то что в воде она будет дубовой там конечно лиственница гнить не будет она только на границе вода воздух и выше будет гнить ну вот собственно все два варианта напоминаю друзья если вы хотите строить пруды на высоком профессиональном уровне продавать их для себя или построить пруд или повысить компетенцию всего ландшафтный дизайнер ландшафтный архитектор ландшафтный строитель или строитель хотят жить новое направление welcome к нам онлайн-школу водоемов . онлайн там мы даем все свои хитрости крупным планом подробно показываем проект одной из самых главных ценностей то что мы показываем подробно проекты как они оформляются вы сможете сами их спроектировать и эти проекты мы сможете продать вертикальную часть и вид сверху ну что ж вы к нам онлайн-школу оставляйте заявку водоемов . онлайн мы вам перезвоним ответим на все вопросы до новых встреч друзья и всем добра